друзья всем привет вы на моем канале сладкий персик и сегодня у нас распаковка товаров из икеи мы тут съездили недавно в икею купили вот такой вот огромный мешок вот столько всего и в основном здесь новогодний декор мы взяли еще несколько вещей для дома и сейчас я вам покажу начнем с вещей для дома сначала мы взяли вот такую вот коробку корзину это очень классная штука летом еще ее купил муж сложил в нее свои носочки и мне она очень понравилась так вот она выглядит в разобранном виде и сейчас покажу вот так вот она выглядит в собранном я сюда уже носочки свои сложил носки и купальники в общем вещь просто классная подойдет и в шкаф и в гардеробную и возможно даже в какой-то письменный стол прям супер так из неновогоднего мы купили еще дозатор что-то он стоил вообще дешево хочу налить в него мыло и поставить на кухню потому что руки на кухне тоже моем а дозатор прошло уже сильно страшный тоже из неновогоднего вот эти замечательные прихватки у меня были точно такие же серые и тому же их нет в общем наверное уже лет пять и я решил купить новые но вот эти вот потемнее и мне нравятся не тем что они не пропускать тепло то есть когда ты берешь форму из духовки и ты вообще не чувствуешь абсолютно никакого тепла покупала несколько раз прихватки фикс прайсе они были очень тонкие и ты мог обжечь руки если долго держать дальше тоже из неновогоднего вот этот замечательный ковер у нас тоже есть один в один точно такой же серый он лежит в ванной и мы взяли на замену тот стираешь кладешь этот прям классный очень рекомендую мягкий и что самое важное он не рвется еще из неновогоднего вот эти вот пластиковые контейнеры я уже предыдущих видео с распаковками языке и говорил то что я беру практически каждый раз когда мы туда ездим они чудесным образом куда-то пропадают как носки в этот раз мы много таких контейнеров раздали куда-то в общем опять я взяла они очень классные и дешевые кухонные полотенца самые обычные у меня тоже были похожие другого цвета взяла новую и еще вот эта вот штучка собирать пыль ворс кошачий с черной одежды стоило мне кажется рублей 40 ну мне кажется она нужна всем и всегда наверное с неновогодними товарами мы закончили но вот еще осталась посуда я не знаю но ее можно отнести к новогоднему и к обычному давайте я тоже покажу миска вот такая и маленькая тарелочка тоже постоянно берем там стеклянную посуду потому что используем ее для съемок в ней классно видно процесс приготовления и я кстати не мою ее в посудомойке потому что стекло темнеет с недавних пор все стекло я мою вручную и теперь переходим к новогодним товарам вот этот замечательный красный фонарь он мне понравился еще на сайте мне конечно сюда красный не очень впишется но мы взяли много красных штучек поэтому мы тут все расставим будет красиво вот такой хорошенький он металлический стеклянный у меня есть черный точно такому похожий черный уберем поставим его место красный мне кажется будет очень празднично сюда ставится свечка таблетка кстати вот такая свечка тоже красный в горошек конечно свечки без рисунков нам были ровно в два раза дешевле но нам нужны были именно такие свечки красные чтобы они подходили под фонарь и чтобы с ними можно было бы сделать классик красивые фотки здесь 18 штук совершенно обычные свечки не ароматизированы вот такие дальше ведерко тоже красного цвета в него можно что-то складывать какую-то мелочевку или использовать в качестве декора вот такая вот маленькая елочка если туда что-то вниз подложить можно вот прямо так вот и и и оставить елка мелкая для декора и для новогодних красивых фотографий с новогодними рецептами дальше вот эти вот диодные свечки честно сказать у нас с мужем была война потому что он сказал что огонечков в нашем доме хватит я еле-еле уговорила его купить вот эти свечки просто сказал что сейчас тогда куплю огромную звезду вот этот большой на окно он согласился на свечки вот такие такая конструкция деревянные вот эти вот лампочки и на них ставятся свечки в общем это все работает от батареек и мне кажется это будет прям красиво но огонечков много не бывает я их просто обожаю еще мы взяли два вот таких бокала обычных под лимонады под какие-то пунши них можно наливать и горячие напитки они не очень сильно греются вот такие у нас уже такие есть вот стоят будет еще два они очень удобные толстые большие у них помещается много и они красиво смотрятся на праздничном столе на обычном в общем прям рекомендую стоит по моему 39 рублей один бокал вот такие вот бокала муж тоже не хотел их брать не знаю почему мне кажется они очень красивые и в них можно наливать вино шампанское в общем любые напитки на новый год или на рождество и поставить на праздничный стол очень красиво это же были недорогие вот взяли набор вот такой здесь три баночки новогодние расцветки для различных имбирных печенек пряников конфеток в общем можно даже использовать их ну для хранения как обычно на кухне поставить можно сюда поставить на стеллаж или можно напечь печенек и сложить их вот в эту красивую баночку и подарить своим друзьям такой будет классный новогодний подарок наборе три банки разного размера взяли вот такие вот новогодние салфетки красные полоску честно сказать их схватил уже на кассе потому что в зале что не не обратила внимание а на кассе я подумал что мне очень нужны бумажные салфетки были еще такие темно-красные побольше но я почему-то остановилась вот на этих ну мне кажется просто не красиво будут сочетаться вот с баночками можно делать красивый фото и красивый декор авария и еще еще мы взяли вот такой шнурок для упаковки и можно естественно перевязывать подарочки печеньки например какие-то овсяные или имбирные и я буду использовать этот шнурок для фоток надо сказать что для себя мне кажется он стоит достаточно дорого но зато он красивый и он сделан из бумаги и еще самое главное что мы взяли пряничный домик вот такой будем его клеить я прям отдельное видео сниму отдельную статью собирать вот он должен получиться такой красивый к нему взяли декор не знаю что там лежит надо открыть посмотреть и глазурь или что это клеек клей ну клей наверное глазурь вот два в одном вот это все в наборе по карте кей фэмили со скидкой получилось очень выгодно если покупать отдельно и без карты то получается немного дороже друзья вот такие вот новогодние и не совсем новогодние покупки у нас получились в икея напишите в комментариях что вам тоже понравилось свои вопросы не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал увидимся привет киса пришла наша главная распаковщица